Тарифы на капремонт подорожают на 50 копеек, а качество и сроки работ по-прежнему оставляют желать лучшего. Как избежать капитальных проблем жителям тех домов, где ремонт еще впереди? Об этом Алена Губаева в теме дня. В сентябре этот дом на железнодорожной 17 должны были сдать после капитального ремонта. В октябре подрядчик сорвал сроки, но предупредил, дом будет готов к концу месяца. Тем временем на календаре уже середина ноября. Фасад еще не готов, мусор не убран. Людмила Дмитриевна живет в этом доме уже 50 лет. Она рассказывает, в квартирах представители подрядчика так и не появились. Поменять стояки. Стояки-то они как бы общие идут. Сказали где-то после 20 сентября, а до сих пор ничего не сделано еще. Холодой водой пользуются и электричеством пользуются. И нам эти расходы вписывают в наши квитанции. Насколько отличаются цифры, что мы понимаем? По электроэнергии, если у меня по квартире 190 рублей, я считаю, то общий домовой 120 рублей. Итого счета выросли вдвое. Плюс 297 рублей за капремонт Людмила Дмитриевна платит ежемесячно. Жителям региона придется еще раскошелиться. Со следующего года тариф вырастет на полрубля. Квадратный метр обойдется в 7 рублей 16 копеек. Хотя северодвинцы не согласны и с прежними расценками. Может я съеду с этого дома, вообще может уеду из города. Так ведь? Почему я должен платить за кого-то? Почему вы не оплатите? А потому что это в чистом виде государственная пирамида. У нас, например, как было сказано, через 30 лет каждый дом должен быть капитально отремонтирован. Нашему дому было 65 лет, когда его отремонтировали. То есть уже два капитальных ремонта он пропустил. И теперь мы должны собирать на третий. А ему будет уже больше 100 лет. Ну и он будет стоять через 100 лет. Там, хотя есть графа, которая указывает ветеранам, должны там сколько, ну каждый месяц по разному, там 50 рублей. Они этого не делают. Они берут полностью с нас и не возвращают нам этих денег как ветеранам. В росте цен жилищники обвиняют неплательщиков. Вот порядка 25% у нас неплательщиков по всей Архангельской области. Это очень большая сумма. И так получается, что все-таки ремонтировать этот фонд все равно нужно. Но в основном это инфляция, потому что все дорожает. Ну, смотрите, везде. Дорожает электроэнергия, дорожают материалы. Новые тарифы по всей стране. А спорить нет шансов. От добросовестности ремонтников все еще под вопросом. Но эти проблемы не знакомы собственникам, которые завели спецсчет. Надежда Диммик рассказывает, их дом Лесная 52 открыл счет еще в 2013 году. Тогда же при софинансировании успели сделать часть капремонта. Дело за крышей. Ее планируют своими силами чинить через 10 лет. По региональной программе капитального ремонта наш дом должен попасть в ремонт 38-43 года. То есть мы вообще можем или не дождаться этого капитального ремонта, или крыша уже потечет настолько, что нам не отремонтируют ее, потому что там строго по годам расписано все. Созданием спецсчета должны согласиться две трети жильцов. Затем создать кооператив или товарищество, и можно копить деньги, а за одной проценты. Такие собственники получают право самостоятельно подбирать ремонтников. Правда, и сметы придется составлять самим. Но спецсчета не панацея. Домам, где ремонт необходим срочно, лучше остаться в общем котле. Быстро собрать все деньги на капремонт у жильцов не получится. А у регионального оператора эти средства уже на руках. Но и здесь есть хорошие новости. С нового года случайных людей к ремонту не подпустят. Госдума и областные депутаты создают реестр квалифицированных подрядчиков. Подбором персонала займется контрактное агентство региона. Он должен был дать опытом работы в данной сфере, то есть по ремонту жилых домов. Он должен иметь наличие свидетельства саморегулируемой организации. Он должен показать, сколько у него сотрудников в штате. И оплачивается ли по данным сотрудникам налоги в пенсионный фонд. Реестр формируется на три года. Субподрядчиков проверки не коснутся. А ведь обычно они срывают работу. Но следить за ними станут строже. Ответственность за безалаберность субподряда легла на генеральных подрядчиков. Если последние не уследят за наемниками, потеряют место в реестре. А значит и возможность подзаработать в ближайшие три года. А по всем недоделкам этого года жилищники и администрация Северодвинска отправят список жалоб в фонд капремонта. Остается ждать работы над ошибками. Алена Губаева, Дмитрий Ткаченко, Вестник, Северодвинска.